Здравствуйте, дорогая церковь! Меня зовут Нина. Я росла в такой семье, где были сложные семейные обстоятельства, и в возрасте 10 лет я начала уже работать. То есть я работала на флаерах, ну как бы это для меня был достаточно такой заработок. И в возрасте где-то 14 лет я попала на работу, где были люди, которые называют себя мусульмане. Они начали мне проповедовать, то есть они мне рассказывали о Аллахе, о своей жизни в этом Боге, как она прекрасна, как она замечательна. Я посвятила себя в ислам, я начала жить в исламе, я начала как бы жить, жить исламом, даже будет так точнее сказать. То есть я читала намаз, я делала все какие-то такие правила, да, религиозные, которые сковывали тебя. То есть это как словно болезнь, которая духовная. Было очень тяжело следовать правилам, потому что там есть такие очень вообще тупые правила, в плане того, что, ну банальные, да, вот в туалет, когда ты заходишь, ты должен заходить с левой ноги, а не с правой, потому что левая – это греховность. А выходишь ты уже с правой ноги, то есть как бы ты уже праведник выходишь. Вот, и это какие-то такие вот моменты там перед намазом, то есть это как бы молитва, да, ежедневная, пятикратная молитва в день. То есть в определенное время ты молишься там сколько, 20-30 минут, пять раз в день. И перед этой молитвой тебе нужно было обязательно сделать обряд очищения, то есть там умыться, там все вот так помыть. То есть, ну там своя процедура была обязательно. Я поняла, что ислам начинает разрушать мою жизнь. То есть он начинает ставить все не так, как должно быть, не так, как пишет эта книга, да, которая называется Куран, и не так, как говорят люди, которые вроде бы уверяют, что все с Богом это возможно, да. Но то состояние, когда у тебя внутри пустота, у тебя нету жизни внутри, ты мертвый. Ты вот вроде бы молишься, да, ты чего-то ждешь, ты ждешь какого-то чуда, ты ждешь Бога, который должен к тебе прийти. Но этого нету, реально, просто нету. Моя жизнь начала реально вот так вот просто как камень сыпаться. Ну я начала делать то, чего я раньше себе никогда не позволяла. Я начала курить, я начала ходить по клубам, я начала гулять просто и приходить домой там в 3 часа ночи, в 2 часа ночи. Тогда моя мама, она просто не знала, что делать. Я попала на работу к христианам. И в этой работе, да, ну у меня как бы была женщина, которой меня прикрепили. То есть она давала мне какие-то наставления, она была моим старшим наставником, будем так говорить. И она постоянно мне говорила о Боге, постоянно она вот говорила, ну вот знаешь, говорит, а я христианка, вот у меня есть Бог, вот давай ты придешь в церковь. Меня пригласили на энкаунтер. Я сказала, все, хорошо, я еду. То есть я собрала вещи, и я поехала. Пастор Морев Артем Владимирович, он у нас епископ, он проповедовал, у нас был первый день энкаунтера. И он рассказывал о Боге, да, было служение, прославление. Пастор, да, на проповеди, он говорит, говорит, я, конечно, понимаю, что здесь как бы энкаунтер, такое, как бы, да, собрание, да, такое мероприятие. Но говорит, ну я хочу узнать, есть ли здесь люди, которые не принимали свою жизнь Христа. И я помню те ощущения, когда я перенесла, ну да, ощутила вот эту вот всю жизнь, ту радость, наполнение, да, этим словом, да, которое было, ну просто оно давало мне жизнь внутри. И я вышла, я покаялась. И я покаялась, и Бог в первый же день, Он начал вот так вот просто мой, мои какие-то такие твердыни, да, которые были посредством ислама образованные, Он начал просто их менять, Он разрушал их. На второй день я крестилась в Святого Духа, да, я начала говорить на иных языках, и на третий день я приняла решение принять водное крещение. И с позволением пастора, да, я как бы приняла это. И буквально после этого у нас было служение, и я начала ходить в церковь «Новое поколение», я попала в молитвенную команду за пастора, вот. Вот, и Бог сейчас в моей жизни действует очень сильно. Сейчас я закончила библейский колледж, вот, сейчас Бог изменил мою вообще, всю мою жизнь, да, Он дает мне те дары, которые я говорила, да, которые я так хотела, да, иметь. Бог дает сейчас мне то, чего раньше в исламе у меня не было, не было этой жизни, не было моего живого Бога. Сейчас у меня есть мой Бог, Он живой, Он прекрасный, Он самый лучший Бог для меня. Сегодня Он меняет все вокруг меня, Он делает так, чтобы люди вокруг меня, они видели мою жизнь, да, и они приходили к Богу. В свои 18 лет я могу сказать, что я счастлива, и что Иисус Христос заплатил за меня очень сильную жертву, да, которая сейчас является для меня жизнью. Для моего Бога ничего нет невозможного.